Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля, в эфире еженедельный дайджест новостей компании. В этом выпуске мы узнаем, как прошли выходные в Норильске, познакомим вас с нашей телеграм-новинкой и расскажем все самое интересное о цифровой индустрии в России. Отправляемся в Нижний Новгород, который на несколько дней превратился в место притяжения экспертов в сфере цифровой трансформации. Там завершилась конференция «Цифровая индустрия промышленной России», а ее основными темами стали цифровизация и импортозамещение. В ходе мероприятия состоялось пленарное заседание «Цифровая независимость промышленной России», которое открыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Роль цифровых решений в современном мире сложно переоценить. Она прочно вошла во все сферы деятельности человека и, безусловно, имеет ключевое значение для промышленного сектора. На заседании президент Норникеля Владимир Потанин рассказал о цифровых приоритетах компании. Он отметил эффективность работы индустриальных центров компетенции и сделал ряд предложений, которые упростят и ускорят внедрение программного обеспечения. Более раннее подключение бизнеса к обсуждению того, какие принципы могли бы быть эти государственные информационные системы, тоже помогло бы избежать некоторого отрыва иногда, который случается от наших технологических процессов. А Норильск тем временем наполнился звуками классической музыки. На сцене Заполярного театра драмы выступил легендарный Юрий Башмет. Вместе с ансамблем «Солисты Москвы» он исполнил сюиту из времен Хольберга Эдварда Грига, русскую песню Игоря Стравинского, романтическую серенаду для струнных Петра Чайковского и другие произведения, известные всему миру. На этом северное путешествие маэстро не закончилось. Он отправился в образовательный центр, который носит его имя, и был открыт в сентябре прошлого года. Там Юрий Башмет поделился секретами мастерства с юным поколением музыкантов. Этот праздник музыки норильчане запомнят надолго, а мы уже с нетерпением ждем возвращения Юрия Башмета в северный город. Насладились классической музыкой? А теперь узнаем, как провели выходные наши баскетболисты ЦСКА. В Норильск армейцы прибыли в честь значимой даты. Клубу исполнилось 100 лет! Красно-синих ждала насыщенная программа. Они посетили карьер Медвежий ручей, восхитились размерами площадки и техники, отправились на Надеждинский металлургический завод и сыграли матч с сотрудниками предприятия. Следующей остановкой баскетболистов стали мастер-классы для юных спортсменов. Тренировки ребят завершились конкурсами, подарками и автограф-сессией с любимыми кумирами. А главным событием визита армейцев стал яркий товарищеский матч. На паркете спорткомплекса «Айка» с игроками ЦСКА встретились сотрудники Норникеля. В итоге победила дружба. Спортсмены сыграли со счетом 109-109. Спортивно-музыкальные выходные в Норильске подошли к концу. А вам довелось услышать легендарного Юрия Башмета или увидеть матч армейцев? Рассказывайте в комментариях. Отправляемся в Завидово, где на днях прошел 11-й форум «Три кита» национальной повестки. В этом году основными темами для обсуждения стали благотворительность, социальные инвестиции и устойчивое развитие. Представителем Норникеля стала Александра Дударь, менеджер компании и амбассадор сообщества «Вумен ин майнинг Раша». Передаем ей слово. Привет всем зрителям дайджеста Норникеля. Меня зовут Александра Дударь. Я сегодня на форуме Завидово лучших социальных проектов России. Изначально «Мама на работе» — это была такая маленькая-маленькая идея, которая на сегодняшний день уже стала полноценным проектом, получившим поддержку от вице-президента Дарьи Алексеевны Крючковой. И мы уже полным ходом идем к его реализации. В ближайшем времени он появится в нашей компании. Дальше предстоит награждение. Будем надеяться, что мы что-нибудь выиграем. Александра оказалась права. По итогам церемонии копилка Норникеля пополнилась сразу тремя наградами. Победу одержала технология восстановления биопродуктивности Арктических озер, цифровой двойник завода для экологического мониторинга и проект «Вумен ин майнинг Раша». Поздравляем коллег с заслуженной победой и переходим к нашим новинкам. Ежедневно мы переписываемся с семьей, друзьями, коллегами и используем для этого самые разные мессенджеры, в том числе и Телеграм. Чтобы делиться новостями стало еще интереснее, мы выпустили уникальный набор анимированных Телеграм-эмодзи. Используйте наш пак и добавляйте своим перепискам яркости. Уже знакомы с эмодзи Норникеля? Делитесь впечатлениями в комментариях. Хотите попасть в наш еженедельный дайджест? Тогда оставляйте комментарии под этим видео. Лучшие из них попадут в наш следующий выпуск. А пока встречайте лучшие комментарии под прошлым выпуском. А теперь переходим к новостям одной строкой. В Москве состоялась церемония награждения премии HR Brand. Сразу два проекта Норникеля стали обладателями заветной награды. Поздравляем всех, кто внес свой вклад в их реализацию. На днях медиакомпания «Северный город» отметила свое 25-летие. Поздравляем с праздником и желаем творческих успехов! В Санкт-Петербурге на площадке Невского международного экологического конгресса впервые прошел «Молодежный день». Итогом мероприятия стала резолюция с ключевыми предложениями по развитию эко-направления в стране. Михаил Боровиков, директор Департамента по работе с инвестиционным сообществом, и Денис Шарыпин, директор Департамента маркетинга, стали гостями подкаста «Мои инвестиции». Они обсудили электроавтомобили, развитие рынка металлов и стратегию перехода к зеленой экономике. Спасибо!